Поддержать наших спортсменов в этой нелегкой баталии с португальцами на центральный стадион пришло немного болельщиков, но пустующие трибуны по-своему заменил сюрприз от погоды. Впервые в Сочи матч начался без проливного дождя. И наша команда решила воспользоваться таким подарком от небесной канцелярии. На стартовых минутах первого тайма сборная России начала атаковать португальцев. Первым продавить оборону соперников и забросить в мяч в зачётное поле удалось Андрею Острикову. Затем два очка добавил Юрий Кушнарёв, порадовав болельщиков счётом 7-0. Но гости дремать не стали. В ответ португальцы провели затяжную атаку и, завершив её штрафным, взяли первые три очка. Первый тайм прошёл в постоянной борьбе между медведями и волками. Тем не менее, завершить его удалось в нашу пользу со счётом 17-13. Матч нелёгкий. Соперник достойный. Но думаем, что наши ребята тоже подготовились, извлекли уроки из предыдущих матчей с грузинами и с румынами. Сделали какие-то выводы и применяют новые тактические приёмы, конечно. Несмотря на то, что регби считается любимой игрой мужчин, поболеть за наших спортсменов, в свой праздник пришли представительницы прекрасного пола. Людмила Лазарева с дочерью постоянно следят за победами и поражениями национальной сборной. И, как они признались, победа медведей в этой матче станет для них приятным подарком на 8 марта. Хотим, чтобы победили ребята. Ребята сильные, здоровые, крепкие. Пусть у них будет удача. Игра была красивой сегодня. Первый тайм. Да, нам понравилось. Получили большое удовольствие. Хороший прорыв наша команда показала уже на первых 10 минутах второго тайма. И это несмотря на то, что обычно сборная России его проводит намного слабее первого. Португальцы много атаковали, но смогли только один раз приземлить мяч в зачётное поле. Русские медведи, в свою очередь, провели три успешные попытки и реализацию. Матч завершился со счётом 34-18. А это значит, что россияне досрочно финишировали на третьем месте и обеспечили себе участие в стыковых матчах за право сыграть на Кубке мира 2015. Теперь наша команда встретится со сборной Бельгии. Итоговый матч Кубка Европейских наций состоится 15 марта в Брюсселе.